Всем привет! С вами Дмитрий Ячков и это передача Вакуха Интернет. Так получилось, что все темы, которые сегодня будут представлены в этой программе, посвящены компании Apple. Ведь 17 сентября компания Apple дала возможность установить на все Apple девайсы iOS 8. И как раз о ней мы с вами поговорим. Также поговорим, сколько было продано телефонов в первый день предзаказа и какой телефон китайцы создали наподобие iPhone 6, ведь он на самом деле похож. Именно все эти три темы вы увидите в этой передаче Вакуха Интернет. И если вам это все интересно, то ставим качество получше, начинаем подписываться и рассказываем, как всегда, обо мне друзьям. Ну и так, передача Вакуха Интернет начинается прямо сейчас и сегодня все посвящено компании Apple. Поехали! Ну и начнем мы с iOS 8. iOS 8 была доступна для всех для скачивания 17 сентября. Уже больше из моих друзей скачали эту iOS 8. В принципе, я посмотрел. Виджеты еще недоступны, так как в Apple Store ничего этого нет. Но, в принципе, есть какие-то закономерности, о которых я хочу вам рассказать. Итак, об этом мой следующий сюжет. Среди основных новостей, всплывающих подсказки при наборе смс-ок, новой возможности iMessage и функции семейный доступ для просмотра, обмена покупками, фотографиями и календарями в кругу семьи. Плафон также включает в себя приложение Health, посвященное здоровью и сервису облачного хранения iCloud Drive. Еще одним новым введением восьмерки является виджет для центра уведомления. Другим полезным новостями iOS 8 является режим Conuity, который позволяет начинать работ на планшете и продолжать на Mac. И наоборот, все происходит автоматически, если устройства привязаны к одной учетной записи iCloud. Главное, чтобы устройства были подключены к той же сети Wi-Fi. В принципе, iOS 8 мне очень понравилось, но хочу сказать, что iOS 8 слишком много занимает места. Ну а сколько именно, вы узнаете в конце этой передачи. Ну а следующая тема, как вы понимаете, тоже связана с Apple. Я хочу рассказать, сколько было продано за один день предзаказа компании Apple iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Кстати, хочу сказать, что эти цифры вдвое больше, чем когда был презентован iPhone 5. За первый день предзаказа компания Apple продала 4 миллиона iPhone. Такие цифры сейчас висят на сайте Apple. Это в два раза больше, чем было у iPhone 5 сообщается, что количество заявок на новые модели iPhone уже превысили расчеты Apple. В связи с этим, все iPhone не докатятся до наших заказчиков. Но, конечно же, компания Apple оставила себе небольшую коробочку iPhone, чтобы продать их на официальном сайте. И уже за ними можно идти 19 сентября, чтобы их купить офлайн. Но люди уже стоят в очереди уже третьего-четвертого, почти за неделю до продажи в Америке. Вот такие вот цифры мы получили. Это означает, что люди хотят увидеть iPhone 6, они хотят его первыми получить. И люди готовы стоять в очередях. Миллионы людей стоят еще, наверное, за неделю до пресс-релиза, до того, как он появится для продажи. Кстати, он уже появился в Америке. К нам пока что непонятно, когда поступит. Но 26 сентября уже будут приниматься пресс-заказы. Ну и предполагается, что где-то в начале октября уже iPhone смогут получить все желающие. Ну а следующая тема является, к сожалению, заключающей, потому что всего лишь три темы я нашел самые такие актуальные на этой неделе. Так вот, китайцы создали настоящую копию, настоящую копию iPhone 6. В чем он заключается? То, что дизайн абсолютно похож. Что, посмотрите, ну мне кажется, вообще копия, ну ни с чем не отличается. Но отличается тем, что там все-таки стоит не iOS 8, а Android. Но все-таки ничего не лагает, все плавно работает. И, если честно, цена очень маленькая. Ну а цена всего 140 долларов. Мне кажется, это очень мало для такого телефона с такой диагональю. Новая разработка китайских умельцев. SoFone 6 – один из самых удачных подделок, имитирующий iPhone 6. На первый взгляд устройство можно поднять за агенал, поскольку не только корпус, но и интерфейс. Операционная система почти полностью повторяет iOS 8. Смартфон построен на базе 4-х яйдного чипсета MediaTek и оснащен сенсорным 4-х 7-дюймовым дисплеем. 4 ГБ встроенной и 1 ГБ оперативной памяти. Двумя слотами для сим-карта, а также двумя камерами. Основная – 13-мегапиксельная и фронтальная – 5-мегапикселей. Смартфон работает на операционной системе Android 4.3 Jelly Bean. Размеры SoFone 6 и iPhone 6 полностью идентичны, поэтому вместе с клоном можно использовать любые аксессуары. Для iPhone 6 чехлы, защитные накладки, пленки и так далее. Лично мне понравился этот телефон, потому что, во-первых, он похож на iPhone 6, также он позволяет вам надеть любой чехол, любой кисть, да вообще все, что угодно, все, что относится к iPhone, то есть все аксессуары к iPhone 6, они подойдут к этому SoFone 6, поэтому китайцы молодцы. Что им сказать? Они всегда делают хорошие модели. На этом у меня все. Но я рассказал то, что скажу вам, почему не стоит устанавливать iOS 8 на четверку S и на другие платформы. Во-первых, данная операционная система занимает очень много места. Если у вас 16 гигабайт встроенной памяти, то, как вы знаете, расширить никак нельзя, то само обновление iOS 8 занимает 1,3 гигабайта. Но на самом деле оно занимает намного больше. Но обо всем этом, о технике Apple, об iWatch, много разных приблуд, я расскажу в ежесредельной передаче. Поговорим, которая будет в эту среду, которая у нас будет, это естественно. Так что заходим на канал в среду, около часа, думаю, ролик выйдет. Так что будет очень интересно. Мы с вами поговорим о компании Apple, об iWatch, об iPhone, также об iPhone 6 Plus. Я подготовлю интересный материал, надеюсь, он вам всем очень понравится. На этом эта передача подошла к концу. Ну, как хочу сказать, как всегда, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, оставайтесь вместе с нами, рассказывайте обо мне друзьям, ну и ставьте лайки, большие пальчики вверх, они мне очень симпатичны. На этом у меня всё, традиционный ролик, и я хочу сказать только, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok